Слушайте, ватность это вообще болезнь нашего времени по всему шару. Не знаю, ватность это по-моему вообще не болезнь, ватность это недостаток знаний. Вот это да. Ну еще банальное логическое отсутствие ума, по сути, если так задуматься. И все, в общем, всерьез. Я бы не сказал, что отсутствие ума... Отсутствие ума, в общем, не особо определяет не ватность. Знаешь, те, кто... Бывают люди, которые... Но вата не может, по-моему, шутки воспринимать, иронию, сарказм. То есть вата такая черта. Все воспринимать всерьез, как это у наших ватников, по-моему, сарказм. Говорят же про левый поворот оратора. Что есть ватность. Не знаю, насчет левых поворотов и невосприятия юмора. Вот у меня, допустим, тоже есть невосприятие некоторых шуток. Ну, это потому, что у меня чувство юмора специфическое. Ну, так... В некоторых местах оно у меня начинает отсутствовать, в принципе. Ну, еще у вата она везде едина в том плане, что они не хотят... Видят, к примеру, произвол. Так они считают, что государство так и должно делать. То есть, и не важно, что оно нарушает общие законы, те или иные. Да, да, основное ключевое слово это справедливость. Если человек сказал слово справедливость, значит ватник. Справедливое замечание? Нет, несправедливое абсолютно. По поводу того, что если человек говорит про справедливость, то это ватник, но это просто смешно. Федя, справедливость это плохо только когда она расходится с законностью. Это вообще ватное слово, в принципе. Только вдумайтесь. Ну, конституция это что, плохое... Конституция это законность, а не справедливость. Ну, так, по-моему, справедливость это есть. Я не знаю, чем Феде не нравится слово «жюстиция». Так что, какой-то бред про справедливость и ватность. Как «юстиция» это переводится? Я не знаю, чем Федю не устраивает. Миф про богиню справедливости, там, и богиню Фемиду. Потому что она не должна видеть, кто перед ней богатый человек или небогатый. Властный или человек, у которого нет власти. Я не знаю, чем тебе не устраивает подобное... Это справедливость. Это справедливость. Неприятие лица. Завязанные глаза. Неприятное. Это справедливость, когда ты не принимаешь чина. Нет, это справедливость. Причем тут это? Она делает справедливо, как должно быть. Это богиня непосредственно, о которой сейчас Артём говорит. То, что, например, когда во Вторую мировую сжигали евреев... Когда залезешь в Википедию, прежде всего тебе нужно будет погуглить определение слова «беспристрастность». Это первое. Второе – «справедливость». И третье – «фемида». Евреев значит «справедливость» сжигали. Всё нормально. Они нарушили право. Справедливости тут нет. Право и закон одно, а справедливости может столько, сколько людей. Суверенность жизни неоспорима. Нет, так, Федя, ты говоришь, сжигали евреев, это было справедливо. Нет, мне кажется, это было законно, потому что законы в Рейхе такие-то были у нас. Подло, но справедливо. Которые нарушали право, собственно говоря, право человека, несправедливо в априоре. Не просто право человека, не просто право человека, а неотъемлемое право человека, которое невозможно отнять у человека. Это право на жизнь. Да, и это несправедливо в априоре. Объясните, в чем проблема со справедливостью. Смотри, какая ситуация. Человек не может ходить по улице и устанавливать свою собственную справедливость, потому что есть нормативно-правовые акты, которые эту справедливость устанавливают для всех. Если ты попадаешь под юрисдикцию этого права. Это законность, это не справедливость. А законность не может противоречить справедливости, по сути. А в чем проблема со справедливостью? В законе считают, что справедливо быть ворами в законе. Так они не законы, они нарушали право в том-то и дело. По поводу воров в законе. Воры в законе, они нарушают закон априори, следовательно, никого не волнует, что для них там справедливо. Потому что есть всеобщая справедливость, установленная в нормативно-правовых актах. Ты даже представляешь, что тебе скажет вор в законе на твои слова. Ха-ха-ха. А кого волнует то, что скажет вор в законе, если он будет нарушать чьё-то право? Слушай, волнует того, у кого ножик будет в боку. А это можно предотвратить, защитивший. Я вот вижу, как все это предотвращают прямо, особенно в адрес Лукашенко, все такие ходят и предотвращают. Справедливость это типа частное восприятие того, как должно быть, типа в законном ли я праве что-то делать, правильно? С точки зрения там кому-то. Ребята, ребята, синоним слова справедливость это беспристрасть. Символ беспристрастия это богиня Фемида. У которой повязка на глазах, которая является слепой богиней. Слушай, Артём, Фемида здесь ни при чём. Пароль. Справедливость это субъективно, а законность это объективно. Вот и вся разница. Не нужны никакие боги греческие. Синоним слова справедливость это беспристрастность. Ну, кстати, в Википедии... Просто есть вещи объективно, а есть вещи субъективно. Есть вещи интерсубъективно. Объективно, что нарушаете чью-то свободу... Объективно это заклад. Я кучей объективно. Справедливость это хер знает что. И вот когда человек начинает говорить о справедливости, это ватник. Почему? Либо против ватник. Справедливость, к примеру, защищать тот или иной закон, который... Справедливость это понятие о должном, содержащее в себе требования соответствия деяния и воздаяния, в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания, соответствия роли различных социальных слоёв, группы индивидуумов в жизни общества и их социального положения в нём. В экономической науке требование равенства граждан в распределении ограниченного ресурса. Отсутствие должного соответствия между этими сущностями оценивается как несправедливость. О, вот это вата. Перераспределение, вот это ватность. Первый признак ватности. Вот справедливость, я и говорю. Справедливость является важнейшей категорией социально-философской мысли, морального, правового и политического сознания. В философии Древнего Востока и Древней Греции справедливость рассматривалась как внутренний принцип существования природы, как физический и космический порядок, отразившийся в социальном порядке. В римском праве справедливость, юстиция, трактуется как субъективная категория, а именно как постоянная и неуклонная воля воздавать каждому его право. Более архаическая и объективная ипостась справедливости – экуум, равенство. Говорится, например, что с точки зрения права народов все люди, свободные и рабы, равны. Многократно обращались к проблеме справедливости такие мыслители, как Герберт Спенсер и Джон Локк. Тебе книжки озвучивать надо. А как по-английски будет справедливость? По-английски справедливость – это заимствованное слово из латыни. Юстиция, как и по-английски, justice, справедливость. В римском праве... А я скинул его в чат. Субъективная категория – постоянная и неуклонная воля воздавать каждому его право. Субъективная. О, ключевое слово. Ты о чем мне говорил? Постоянная и неуклонная воля воздавать каждому его право. Вот у Гитлера была воля. Ого-го. Более архаическая и объективная ипостась справедливости – это экулум, то есть равенство. Все равны перед законом. И цари, и ломжи. Всем было пофиг. Тебе пофиг, что говорили. Послушаю, почему их нарушали? Во-первых, было пофиг, что говорили. Федя, евреи, они не были равны перед немецким законодательством 1935 года. Они на Бриоле были виновны. Так а убийцы тоже они не равны? Убийцы равны. Они не являются обвиняемыми, пока суд не решит, что они виновны. Ну, допустим, он убийца. Вот, доказано. Прямо на глазах у судей убил кого-то. Он посадит за его деяние. Вот, ну то есть евреи как бы по их законодательству, евреи точно так же... Нет, по законодательству нацистской Германии, еврей не являлся вообще человеком в общепринятом понимании этого слова. Ну, окей. Но, тем не менее, это было законно, потому что по законодательству. Это не было законно, потому что человека приравнивали к нечеловеку. У человека отнимали неотъемлемое право. Право на жизнь. А жизнь только потому, что он еврей. Его вина была не в том, что он кого-то убил, не в том, что он что-то украл, а в том, что он родился у еврейской матери. Я просто к тому, что с точки зрения того законодательства... С точки зрения справедливости, с точки зрения экоум, он не был равен тем, кто его судил. Уже априори. Просто по факту своего рождения. И убийца тоже. Причем здесь убийца. Убийца равен всем по факту рождения. Но он совершает правонарушение. Он убивает другого человека. И если доказано, что он убил другого человека, то он лишается прав, определенных прав человека, его закрывают или растают. А еврей, как только доказано, что он еврей... Так убийца убил кого-то, понимаешь? А еврей, он просто родился евреем. То есть ты хочешь сказать, что еврей просто... Я хочу сказать, что в Российской Германии, согласно законам крови 35-го года, евреи не были людьми. И на них не распространялись права человека. Ментальные понятия, понимаешь? Или ты издеваешься так? Ты специально такие глупые вопросы задаешь? Нет, нет. Я как раз-таки наоборот говорил о том, что... Разница с убийцей ведь в чем? В том, что еврей не выбирал то, что он еврей, да? Разница с убийцей в том, что убийца является человеком. А еврей, по законам 35-го года, он не является человеком. Он является недочеловеком. Следовательно, по нацистским вот этим вот законным правам, на недочеловеков не распространяются права человека. А убийца является человеком? И так далее. Ну, убийца является человеком. У человека есть право на свободу, передвижение. Ну, я понимаю, что сложно. Ну, я веду к тому, что просто с точки зрения... Здесь ничего сложного нету. Просто тебе нужно понять одну простую вещь. Законы 35-го года у евреев, у людей, у германских граждан еврейского происхождения, у них отняли право называться человеком. Законы те нарушали права. Просто по факту того, что ты родился, допустим, у еврейской матери, и ты иудей, или не иудей, или ты выкрест, неважно. Если было доказано, что ты являешься иудеем, евреем, неважно, то ты просто лишался звания человек. Ты становился недочеловеком. Следовательно, к тебе были особые законы. Законы как к недочеловеку. Короче, я имел в виду социальную справедливость. Оказывается, есть куча разных справедливостей, разных коннотаций, и вообще дискуссия по поводу справедливости открыта. Я в ней поучаствовал. Это очень туманная схема, на самом деле. Я имел в виду социальную справедливость. Так что прошу прощения. Если человек переформулирует, если человек говорит о социальной справедливости, значит, он ватник. Ну, социальная справедливость, да, могу согласиться. Хотя, в принципе, социальная справедливость... Которая у Нюстов? Различные. Не только. Различные коннотации. Та, которая по всему шару земному сейчас идет. Волна социальной справедливости, это ватничество, я считаю. Не, ну, СГВ, это да, это культурный марксизм, так называется. Ну, ватники, опять же, только западные. Ну, я же говорю, вата есть различных типов. Западная вата и наша, после Совкова. Кстати, к культурному марксизму очень четко приблизились, кстати, нацисты в 35-м году, когда объявляли одних членами общества и людьми, а других недочеловеками и нелюдьми. Вот о чем, кстати, была речь тут только что. Апстример говорил по поводу убийцы. Убийца лишается определенных человеческих прав после того, как доказано, что он убийца. А в нацистской Германии 35-го года, как только было доказано, что ты еврей, ты лишался всех человеческих прав и в том числе право называть тебя человеком. Ну, я согласен, что пример плохой, ну, типа, потому что даже убийца, там, он все равно человек, у него там есть права человеческие, там все дела. Убийца совершил деяние ради того, чтобы его лишили права человека. Ну, вот, ты знаешь, типа, у него была воля, его не совершай, да? Вот, детерминисты бы с тобой не согласились. Ну, изначально просто и право человека уже нарушили, знаешь? Это разные вещи, ты плоскости другие. Мне здесь просто нужно понять, что, чтобы стать убийцей, нужно совершить какое-то деяние, чтобы стать евреем, нужно просто родиться. Ну, типа, у еврея нет выбора, да? Ну, у еврея, да, у него нет выбора. Он родился евреем. Так вот, детерминисты с тобой не согласятся, типа, убийцу... Неважно, согласятся со мной детерминисты или не согласятся. Здесь суть именно конкретно в том, что евреи были объявлены нелюдьми только по одной простой причине, что они родились евреями. Да, я согласен, это ужасно. Я к тому говорю, что с точки зрения закона, того, по которому... Он не является, закон этот не является. Это то же самое, что законы, которые нарушают конституцию. Они недействительны. Это при условии, что они учитывают то, что конституция работает. А если они плевать хотели на конституцию, да? Вот, если конституция нарушается, право из людей надо сказать. Нацисты плевать хотели не только на конституцию. Нацисты плевать хотели и на права человека. Потому что они считали права человека, вы думали и евреи. Артем, так я же об этом говорю. Что тут вопрос... Кстати, у Гитлера, по-моему, даже есть фраза по поводу того, что совесть это тоже еврейское изобретение. Я к тому, что просто в какой юрисдикции находится тот, кто этими законами руководствуется, так оно и решается. Но это все вообще к вопросу справедливости. К вопросу справедливости. Если мы будем говорить про юрисдикцию, то Германия, в общем-то, она руководствовалась всю свою историю определенным правом. Это, насколько мне известно, это римское право. Но даже с точки зрения римского права нацисты совершали просто ужас. С точки зрения любого права нацисты совершали ужас. Они отнимали у человека право, которое у него отнять нельзя. Только потому, что человек родился не у тех родителей. Так я их не оправдываю. Это ужасно. Я говорю про то, что с точки зрения их законодательства, но это было законно. Законодательство изначально неправильное. Вот что те хотят сказать, в конце концов. Оно нарушает изначально право фундаментальное, право человека на жизнь. Ну, а если они не хотят его признавать? Нет, если они не хотят его признавать, это, конечно же, их дело. Только потом их заставят признать права человека. Как их заставили признать права человека в Нюрнберге, когда им пояснили, что вот так вот поступать, как вы поступали в Майданике, в Аушевице, Биркинау, в Дахау. Так поступать нельзя. Да, это как раз таки и есть проявление запрета свободы. Нельзя не признавать общечеловеческие права. Ну, они же не признавали, просто, типа... Ну, они нарушили свободу. Дружище, смотри, какая интересная ситуация. Убийца, который убил другого человека, он не признает общечеловеческие права. И суд лишает его общечеловеческих прав, заключая его на пожизненное заключение в тюрьму, либо совершая над ним так называемую высшую меру социальной защиты, уничтожая человека физически. Не хочешь признавать правила, которые создало человечество на протяжении 10 тысяч лет истории, будь добр, очистить эту землю от своего присутствия. Да-да, все так. Я же не спорю, я согласен. Я просто к тому, что... Какая может идти речь тогда о свободе? Так это и есть свобода. Так это и есть свобода. Если убийца не признает этих прав, если он не признает, то и общество говорит хорошо, и мы тогда не будем признавать по отношению к тебе. Разрыв соцконтракта. Солдат на войне, он убийца? Солдат на войне нет. Кстати, забыл добавить, что в английской википедии по поводу justice и справедливости не было слова субъективной. И русская статья гораздо интереснее. Там в самом конце есть еще дискуссии вообще мировой, в том числе и в английской среде по этому поводу. Ну, ты же заметил там это, там именно законность, там привязка к закону. Ну, ребята, нужно понимать, что есть континентальное право, то есть римское право, и есть право неконтинентальное, а островное. В этом тоже есть разница. Прецедентное право и непрецедентное право. Поэтому даже у нас, который, ну, у нас, в смысле, у континента европейского есть свое право, а у островного государства, Великобритания и Соединенные Штаты, которое переняло у Великобритании островное право, у нас различия в понимании. Сейчас не про право. Артем, а не может быть сформировано такое общество, ну, где-нибудь, вот так сложилось, может быть, историческое, может быть, нет, в котором общечеловеческие, права не признаны, и все там живут, ну, типа, подчиняются этим правилам. Добро пожаловать в Сомали. Я не уверен насчет Сомали, не в курсе. Просто, если, вот, допустим, есть такое общество, его же, вот, как бы, участников этого общества нельзя же принуждать к соблюдению общечеловеческих прав, правда? Есть такое понимание, как... Есть такое, как неотъемлемые права человека. Неотъемлемые права человека не может вообще никто ни отнять, ни не признать. То есть, все-таки их всех права жизни... Слушай, ну, Артем, ну когда это было постулировано? Локом? Не ранее? Хартия по правам человека. Я думаю, когда это возникло, где вообще возникло? Страны мира договорились о том, что есть неотъемлемые права человека. Так а если кто-то не договорился? Разговоры о естественном праве начали еще в Древней Греции и Древнем Востоке. Неотъемлемом. Неотъемлемом праве человека на жизнь. Еще Древняя Греция и Древний Восток. Законы хамурат.